Каковы задачи на этот сбор, учитывая то, что нет исключительного матча? Или он есть, но он засекречен. Я не совсем понял из формулировки, как будет завершаться сбор. Совместная тренировка, что это такое? Задача на этом сборе вспомнить то, что те требования, которые были, предъявлялись, когда у нас были отборочные матчи. Принцип поведения игры, все такое. Ну, футболистам это надо напоминать, ну, желательно, каждый день, понятно. К сожалению, они забывают, даже работая с ними, там, 6 месяцев подряд, каждый день, и уходя в отпуск, и возвращаясь из отпуска, вернее, все равно забывают, первую неделю уходят, на то, чтобы все вспомнили, все. Ну, соответственно, здесь, когда футболисты собираются, там, последний раз мы с ними здесь в ноябре, проходит 4 месяца, и они заняты в своих клубах, по требованиям, и в эту, и по тактике, и по всему остальному. Мы разные, поэтому надо вспоминать все, и периодически, желательно, по мере возможности встречаться. По поводу заключительного там дня, сейчас смотрим, думаем, как лучше сделать. Опять же, хотели, чтобы молодежная сборная, так скажем, футболисты, вернее, ближайший резерв, наверное, все-таки, это ближайший резерв для первой сборной, чтобы тоже где-то, возможно, с нами поработали вместе, совместно, и тоже понимали примерно, что мы там требуем, что мы хотим, были готовы. Легче будет тогда приходить в первую команду, в каком формате это пройдет еще пока, и где даже, пока непонятно, поле, не знаю, видно вам было или нет, понятно, в нынешних погодных условиях не самое лучшее, поэтому непонятно еще где, где пройдет в таком формате, окончательного решения еще нет, но я думаю, что там РФС объявит, когда будет четкое понимание всего. Вначале вы говорили про то, что будет какой-то спарринг-матч с молодежной сборной или, возможно, еще с кем-то, почему от этой идеи отказались? Еще раз повторяю, окончательное решение, меня не слышите, что сказал, что спарринг-матч, вы называете спарринг-матч, я говорю, совместная тренировка, в которой тренировки, возможно, какие-то поотрабатываем упражнения с молодежной сборной, возможно, будет какая-то типа двусторонняя, возможно, возможно, нет еще. В любом случае будет закрыт для СМИ, да? Окончательного решения, вот именно, окончательного решения, не слышите меня, окончательного решения еще нет. Если что-то изменится, все объявим так, ну, объявит РФС. Ну, вот вы представляете, как уместить 50 человек на поле и поместить тренировку, чтобы каждый увидит... Да, один час 20, 20 футболистов, там, 22 футболистов, и другой час еще 22, всем проблемам. То есть перемешать или как? Да, например. Ну, потому что непонятно, непонятно, но надеются, наверное, все надеем, и мы надеемся, и всем, и вы, наверное, надеете, что когда-то это случится. И когда это случится, надо быть, так скажем, во всеоружии. Сейчас тяжело без паузы? В смысле? Без какой? Ну, если вы тренировали только клуб, у вас бы сейчас была пауза, а теперь у вас все-таки какой-никакой сбор. Ну, правильно сказали, какой-никакой. Ну, вот, поэтому не нужна еще, давайте так, где 4, можно сказать, что 4 месяца с ноября не тренировал, да, катался, ездил по сборам, разговаривал с футболистами, готовились к стыкам. Ну, прям, каждодневной такой работы, как тренера, не было, так что еще не устал. Как сейчас совмещение чувствуется в августе? Вы говорили, что быстро от него перегорели. Сейчас не чувствуется. В силу того, что нет давления? Нет. Ну, в силу того, что нет задачи сейчас в сборной. У вас контракт достаточно долгий сейчас. Летом сборная должна была играть в Лиге нации. Вот вы планируете какой-то такой же сбор, может быть, подольше? Пока не знаем. Игорь Георгиевич, скажите побольше, какие-то внутренние самоощущения. Все-таки, наверное, это первый раз в вашей карьере и игрока, и тренера, когда вы принимаете участие в сборах, вы ведете сборы, по факту никуда не готовились. Это довольно специфическое вообще время для любого футболиста. Не знаю, таких ощущений у меня нет. Ну, сборы, когда мы едем на сборы, зимние, допустим, либо летние, и две недели к чему-то готовимся. Ну, матчи официальные, только через месяц еще. Ну, примерно то же самое. В чем отличие этого сбора от предыдущих? Ну, понятно, нет игры, но, может быть, вот в теории, сказал Барина, стало меньше, если я его правильно понял. Ну, да, потому что сейчас мы не готовимся к конкретному сопернику, поэтому соперника не разбираем, потому что его нет как такового. Поэтому, говорит, теории направлены на то, чтобы вспомнить то, что мы делали, что мы будем делать, общие, так скажем, требования, конкретно подготовка к какому-нибудь сопернику. Мы будем выходить из обороны так, будем атаковать так, обороняться вот так, поэтому там такое специфическое, направленное на что-то одно, ну, не на что-то одно, а на конкретного соперника этого нет. Поэтому, естественно, их стало меньше. И, понятно, что футболисты, обстановка, ну, абсолютно другая, понятно, более расслабленная с точки зрения, даже, ну, головы, психологии. Понятно, что никто ни к чему не готовится, к чему-то серьезному. Несколько игроков сборной, которых вы вызвали из-за незначительных повреждений, не поехали на этот сбор в итоге, или приехали и уехали сразу же. Как вы к этому относитесь? Как к данности? Как к этому можно относиться? Ну, то есть, кажется, что если бы был бы... Если бы был бы официальный матч, то, да, скорее всего, мы бы их оставили и восстанавливали бы. Ну, смысл, сейчас. А вот что касается сегодняшней тренировки, вот мне было Сафонова, как мы обратили внимание, Сарвели, по-моему. Расскажите, кто принимал участие в тренировке и почему пропустили те, кто... Сейчас все остальные принимали. Вот мне было Сарвели, Сафонова и ушел Ионов. Потому что от ушиба еще поболевает колено. Сарвели Сафонова? Ну, то же самое, у Сафонова, по-моему, ушиб локоть и у Сарвели чуть напряглась задняя. Вот просто, понимаете, вот вы в клубе, они сейчас были, тренируются, а не тренируются, вы бы даже не знали. То есть это нормальная практика во всех клубах. Сейчас в Ростове, там, наверное, человек 3-4, может быть, тоже не тренируются, потому что где-то ушиб, где-то что-то заболело. Ну, вы просто об этом не знаете. Здесь вы на этом акцентируете внимание, не знаю почему. У кого-то ангина, ну, окей, и что? Сегодня исполком РФС принял решение о том, что на данный момент они отказываются от идеи расширения и моратории на вылет. Как вы к этому относитесь? Никак, ну, в смысле, ну, не приняли, не приняли. Может быть, примут, может быть, не примут, не знаю. У вас это касается в первую очередь? Меня это вообще никак не касается. Ростов. И что, а почему из Ростов? Ну, для них сложная ситуация, много игроков уехало. Ну, и? И что делать? Ну, от того, что примут или не примут, я здесь при чем? Ну, можно, а можно и не вылететь. Если у него уехал Хошимон, то считаться стало так совсем тревожно. Да, она и была, его и не было. В двух последних матчах ни с Рубином, ни с Динамо не было уже, и что? Ну, вы на него не сможете рассчитывать вообще по итогу. Ну, так и еще на пятерых не рассчитывали выиграть. Ну, сложный, да, кто говорит, что это будет легко. Мне кажется, что клубы-богачи сейчас поднебрегли интересами нижней восьмерки, у которых все хорошо. А клубы верхние, при чем здесь сейчас? РФС же, я так понимаю, РФС же, РФС же. Бывали против на общем собрании, и сегодня очевидно, что они встали стеной, чтобы не принимать этот мораторий. Давайте посмотрим. Решение, во-первых, еще не принято. А то, что каждый клуб там смотрит свое, это уже давным-давно всем известно. Понятно, что сейчас легионерская, так скажем, проблема никого уже не волнует. В 2008 году вернулся в Россию, сказал про это, говорил только, я и говорил про лимит на легионеров. Где-то до 2018 года всем было по барабану. Наш футбол становился, видно, в Европе все хуже и хуже, но это никого не волновало. Ну, принято, в конце концов, в 2018 году начали что-то менять. А у вас все время же меняли схемы разные? Нет, был как 6-5, как было, так и было. Один год был 7-4 и все. Потом поменяли на разрез? В каком? В каком году? Ну, второй год у нас 8 плюс 17. Ну, в каком году? То есть я с 2008 года про это говорил. Поменяли в каком? В 2019? Ну, наверное, плюс-минус. 10 лет никого не волновало это. Валерий Григорьевич, вы также уже говорили коллегам, что с трудом восприняли такую новость. Если говорить про игроков сейчас, которые приехали на сбор, в каком настроении они, учитывая, что как раз-таки нет официальных матчей на чемпионат мира, все-таки больше положительно сохраняются какие-то положительные такие эмоции? Еще раз, можно вопрос. В нормальном. Нормальном. Давайте по частям, что много слишком вопросов. В нормальном. Дальше. Да. Может быть, есть негативная реакция или положительная больше, что вот нет как раз-таки официальных матчей? Положительная реакция, это вы думаете, что они радуются, что у нас нет официальных матчей? Или как? В плане того, что они сильно расстроились. Конечно, расстроились. Ну, со временем, понятно. То есть они даже не сегодня узнали, не вчера узнали. То есть они узнали об этом давным-давно. Поэтому сейчас уже, ну, обыкновенное, нормально, никто не радуется, потому что мы не играем. Сказать, что кто-то сидит и плачет, тоже нет. Уже поплакали, наверное. Которые в Европе играют. Ну, переписывались, да. Ну, когда вышла новость. Сейчас идут, я боюсь неправильную формулировку привести, просто скажу, что идут разбирательства. У нас есть надежда на то, что как-то отобьемся, возможно, примем участие, не совсем понятно как. Как вы на это смотрите? Есть ли у вас надежда на то, что, теперь я так понимаю, что нам могут дать только уайлд-карты, если мы отобьемся и будем настаивать с позиции силы? Или надежды у вас нет на то, что мы примем участие в ЧМ-2022? Ну, надежда есть. Ну, или там надежда умирает последней, как говорится. Ну, да. Вот поэтому, опять же, еще один момент для того, чтобы нам собираться. А вдруг? Ну, да. А вот сейчас есть возможность, на мой взгляд, наверняка другой взгляд, когда не давить ничего, что-то отработать, тактические варианты, по расстановке, так сказать, и стандартные положения. Это сейчас... Ну, вот этим мы сейчас и занимаемся. Ну, точно, хотя бы в этом смысле это вжило. Да, ну, вот хотя бы... Вот сегодня была первая тренировка за все мое время, была первая нормальная тренировка, вот по времени даже. Больше часа. За все время в сборной. Сегодня в Миногорске впервые увидели полицию, которая охраняет тренировку. Вообще их много здесь. Вы понимаете, с чем это связано? Я думаю... История, история вы на сборах... Я откуда знаю? Я не знаю, вот сейчас это я вижу, вот сейчас увидел только. Вы на сборах, я не помню, в Испании или, может быть, в Эмиратах, общались с тренером сборной Польши. Было милое селфи такое, а потом именно поляки стали бить в ту сторону, чтобы нас убрали из такового матча. Если бы у вас спросили, если бы у России был такой шанс, вы бы настаивали, чтобы Польшу или какую-то другую сборную убрали из стыков? Конечно, настаивали бы. Настаивали бы? Естественно, 100%. Чтобы пройти дальше, конечно. Не очень-то вы в этом смысле... Вообще да. Вообще да. Ну, то есть поляки себе, это как бы своя рубаха ближе к телу. То есть мы бы за свою шкуру переживали. И вы бы все кричали, орали, что надо убирать. 100%. Была бы широкая общественная поддержка, если бы мы так поступали. У кого? У нас. Ну, то есть вы бы поступили как поляки, вы бы поддержали. Кого поддерживать-то? Ну, еще раз. Поляки. Поляки, да. И? Требовали, чтобы Россию исключили. Да. И я бы требовал, чтобы Польшу исключили, если бы у них такой был. Чтобы не играть с ними. То есть позиция понятна. Их позиция абсолютно понятна. Поэтому они первыми и начали кричать, орать. То есть их позиция обусловлена не гуманистическими интересами, а прежде всего тем, что они хотят... 100%. Ну, именно Федерации футбола 100%. Ну, я в этом уверен. Можете ошибаться, конечно. Мы поступили так же. Ну, наверное, да. Не знаю. Валерий Ильич, вы будете смотреть стыковые матчи, которые, собственно, состоятся? Вам что-то не будет интересно? Ну, Польшу, да. Польшу будет интересно посмотреть как-нибудь. По какой схеме хотя бы. Потому что мы готовились, ну, понятно, что мы готовились после того, как узнали, кто будет тренером у Польши. Готовились, предполагали, вернее, так скажем. Посмотрев много матчей под руководством этого тренера и молодежной сборной, и легии. И предполагали, как они будут играть. Ну, понятно, против нас. Сейчас против кого они будут играть, еще непонятно. Поэтому, возможно, какие-то изменения. Но все равно интересно. Будете ли вы желать Польше неуспеха в финальном стыковом матче? Да вот мне по барабану вообще. Потому что остальные сборные там тоже не особо поддерживали нас, в смысле, я имею в виду. Ну, да, мягко говоря. Насколько вы видите честным, то, что хотя бы россиянам не нашлась замена, что поляки просто автоматом идут в финал без... Да, это все нечестно. Что тебе о чем-то говорить? Все нечестно. Я немножко запутался. Я традиционный вопрос про Дзюбов задаю. Я немножко запутался в объяснениях. А про капитана будете спрашивать? Да. Да, тоже, да? Это все володожные. Совсем больные, что ли? Да. Все-таки у него своя версия. Вы сказали, он ее опроверг. Я запутался. Как на самом деле? На самом деле так, как я сказал. И как он сказал. Что да, по семейным обстоятельствам он попросил не вызывать сейчас. Но он хочет играть в сборной. И готов в следующий раз приехать в сборную. Семейные обстоятельства бывают разные. Вот и все. Олег Юрьевич, ну по этому поводу есть мнение, что это просто прикрытие, а вы уже для себя все решили. И Дзюба никогда в сборной больше не будет. Это так? Еще раз. Прикрытие чего? Кто чего прикрывает? Я не понимаю. Чтобы в общественном поле было объяснение, что Дзюб поехал, не поехал. То есть я с Дзюбой договорился, чтобы он сказал всем, что у него семейные проблемы. А я его вызывать не собирался. Что я его не вызываю. У вас... Правда, что... Я в шоке. Вот смотрите, нет даже товарищеского матча, но интерес. Я не помню такого. С чем вы это связываете? Потому что вам только это интересно. Хрень всякая. Вот и все. Ну реально. Ну то есть всем, кто приехал, телевидение, всем интересна всякая хрень. Ну да, ну получается, что так, да. Ну если у вас других вопросов нет, то получается, что так. Вот это вот интересно очень все. Что именно? Ну про Дзюбу. Про это же говорите или про что? Нет, я не про прикрытие. А про что? Вообще в целом то, что на сборе, после которого нет никакого матча. Касали, что народу приехал. Что ты никому не нужен, столько приехал. А, ну это да, это интересно, да. То, что вы поразили, вроде, там вот это вот, или там какие-то вещи. Это не хрень была, да. А все остальное, да, это нормально. Потому что интерес есть, да, естественно. И слава богу. Ну это круто. Вы не ассоциируете этот интерес со своей персоной? Абсолютно нет. Вы думаете, что была бы здесь другая персона, и вы бы не приехали. Так же бы приехали. Ну я так думаю. То есть вы не считаете себя суперзвездой? Я нет. Понятно. Спасибо, ребята. Все, капитан, подождите. Капитаном кто сейчас? У Баринов, у Баринов, у Баринов определит. Ну я ему скажу, чтобы он определил. Он будет выбирать, да? Ну скажем, Барб, выбирай, сегодня ты выбираешь. А что вы выбираете? Хотя я не знаю на что. А что у Сергея с прессом? Вот так как-то к нему ревность отнеслись, по честь того, что он не смог показать? Ну, жировая чуть надо подсбавить. Перешел, извините, стал больше кушать? Нет, меньше. Жировая лучше, но все равно больше, чем надо. А вообще как вы оцениваете ребят, которые приехали сейчас в сборную, они сохранились на требованиях, о которых ты говорила в начале? Те, кто был до этого в сборной, да? У нас плюс многие. Нет, почему? Я говорю, в смысле, те, кто были в сборной до этого, да. А те, кого не были, я не знаю, как имя они были. Есть, возможно, Пеняев вызван в молодежную сборную? У вас нет желания посмотреть особенно на него, потому что очень много разговоров, что это суперзвезда будущего российского футбола. Ну, вот когда будет суперзвезда, то я буду смотреть, что сейчас смотреть. Сейчас молодежки посмотрят на него. После того, как все приехали на сбор, у вас состоялось традиционное собрание, ну, как обычно, вы перед каждым сбором произносите речь, но о баринах нам не стало рассказывать детали. Может быть, вы нам скажете, чем нынешняя ваша речь отличалась от всех предыдущих? Какие слова пытались подобрать ребятам, чтобы они были мотивированы на этот сбор? Слова, ну, понятно, что другие абсолютно слова. То есть, там мы конкретно готовились к конкретным матчам, как бы борьбе за очки, там, или за место, или еще за что-то. То есть, здесь мы собрались, объяснил, для чего мы здесь собрались. Вот, и все, там, мотивировать их ни на что не надо. У вас не было желания попробовать еще больше игроков, которых вы до этого не видели сами? Было. Было. Почему? Ну, было, есть. А как тренировать? Ну, сейчас же есть шанс побольше сделать акцент на тех, кого еще не вызывали. А тренировать-то как их? В чем проблема? Ну, потому что тренировать 30 человек невозможно. Может быть, сделать выбор в пользу все-таки, того, кого не было? Может быть, посмотрим. Еще я уже объяснял, я говорил, что этот сбор, мы делали акцент больше на тех людей, которые были уже в сборной. Потому что они прошли вот этот путь в сентября месяце, ну, прям я в сентября месяце имею в виду. И поэтому больше был акцент сделан на, вот именно на этих ребят. Приехали, Джонни? Но не приехали, там, условно, иностранцев, да, они стали вызывать, дергать. Потому что логистика не очень, наверное, удобная. Поэтому появился шанс, там, вызвать ребят, которых не вызывали до этого. А на следующий сбор уже посмотрим, да, кого будем вызывать, вообще, что это за сбор будет. Приехали Джонни, Альба и Луис, как они вообще добирались? Через Стамбул. Ну, то есть, что это у них нет? Знаете, как вы сейчас, вы сказали, что очень хорошо прошел акцент, многие обратили на это внимание, что хорошо и молодежь, что он здесь. Как ваши ребята относятся к нынешней ситуации? Нет ли на них давления? Честно говоря, про это, ну, по поводу давления есть на них или нет, не знаю. Относятся, как они, у них контракт, они прийтили на работу, все. Ну, как в работе профессионально. Ну, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!